МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партии определились с кандидатами. Сколько всего партий будут участвовать в этих выборах? Как обстоят дела в одномандатных округах? И что нужно знать избирателю, чтобы не запутаться во всех этих списках? Партий участвует много. Формы участия партий разные. У некоторых участие полномасштабное. То есть они участвуют и в выборах депутатов Госдумы, и в выборах депутатов Государственного совета. Как по одномандатным округам, так и в целом по единому округу выдвигают свои партийные списки. Традиционно очень активно участвуют 4 парламентские партии. Ну и кроме этого у нас, кроме парламентских, еще в Госсовет выдвинули списки такие партии, как Яблоко, Патриоты России, Партия Роста, относительно новая партия, которая пришла вместо правого дела. Партия пенсионеров за справедливость. Какой-то анализ уже провели по кандидатскому составу? Какое у нас кандидатское сообщество? Насколько оно обновилось? Много ли стало молодежи? Пока анализировать, наверное, рано, потому что сейчас кандидатов очень много. Выдвинуться это еще не значит зарегистрироваться. Не все из этих кандидатов окажутся в избирательных бюллетенях. Но, тем не менее, уже какие-то выводы можно делать прямо сейчас. Во-первых, хочу сказать, что проходящие избирательные кампании будут очень конкурентными. Простой пример. У нас два округа на выборы в Госдуму. По двум округам выдвинулось 30 кандидатов. По 15 на каждый округ. То есть, как в очень приличном, очень престижном ВУЗе. Ну, да, 15 человек на место. Конкурс очень хороший. На выборы в Госсовет ситуация почти такая же. На 44 вакантных места претендует на сегодняшний день почти 550 кандидатов. Ну, конечно, их количество будет постепенно уменьшаться. Но, тем не менее, я считаю, что все равно конкурс будет очень большой. Александр Иванович, а кому-то уже отказали в регистрации? Были такие прецеденты? И если да, то по какой причине? Отказ в регистрации пока единственный. Мы официально отказали в регистрации одному из кандидатов на том основании, что он не имеет права участвовать в выборах в качестве кандидата по закону. Потому что у него был в биографии такой вот не очень хороший момент. У него была судимость, всегда тяжкое преступление. И несмотря на то, что на сегодняшний день судимость вроде как юридически уже снята и погашена, тем не менее, по закону он в течение 10 лет не имеет права участвовать в выборах. Именно в качестве кандидата, подчеркиваю. А остальные случаи? Там, ну, кандидаты сами зачастую отказываются участвовать в выборах. Сейчас будет много отказов в связи с тем, что кандидаты, которые должны собирать подписи, не смогли эти подписи собрать в необходимом количестве. И просто не представили документы в соответствующей комиссии. То есть по закону мы им всем должны отказать в регистрации. Как вы собираетесь проверять подписные листы кандидатов? Тут процедура проверки, она традиционная. То есть мы их проверяем, ну, во-первых, на предмет правильности оформления подписных листов. Там требования очень жесткие. Если где-то что-то нарушена форма подписного листа, если подписной лист неправильно заверен, то это уже основание для того, чтобы все подписи признать недействительными, которые в этом подписном листе содержатся. Затем мы проверяем уже данные, которые содержатся непосредственно от тех лиц, которые подписали. Сначала проверяем их через свою базу регистра избирателей ГАЗ-выборы. По тем избирателям, по которым возникли сомнения, мы направляем запрос в специальное подразделение МВД, которое сейчас работает вместо Федеральной иммиграционной службы. И, наконец, еще одна стадия проверки. Это уже подчерковеческая экспертиза. Специально обученный компетентный эксперт проверяет все подписные листы на предмет того, все ли подписи избиратель поставил сам. Нет ли подписи, сделанных одной рукой. Проверяет по закону же именно подпись и дату внесения подписи избиратель должен ставить сам. Собственноручно. Собственноручно, да. Если возникают сомнения, то, соответственно, уже эти подписи признаются недействительными. По организации выборного процесса, какие именно избирательные комиссии задействованы на этих выборах? Ну, помимо Центральной избирательной комиссии. Ну да, традиционно у нас задействована вся вертикаль избирательных комиссий. На выборах федерального уровня это ЦИК России, избирательная комиссия субъектов, окружные комиссии, территориальные комиссии, участковые. На выбор в Госсовет все примерно точно то же самое. ЦИК Чувашии, все территориальные комиссии задействованы, все участковые. Окружных комиссий мы создавать не стали, мы полномочия окружных, по закону, есть такая возможность, возложили на территориальные комиссии. И сколько человек участвует с вашей стороны в процессе? Со стороны избирательной комиссии у нас традиционно на выборах участвуют порядка 8,5 тысяч членов комиссии с правом решающего голоса. Это при том, что есть еще и члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, уполномоченные представители кандидатов избирательных объединений, доверенные лица. То есть армия людей, которая так или иначе занимается выборами, огромная. Каков их состав? То есть насколько он обновился по сравнению, допустим, с предыдущими выборами? Появились ли новые люди? Обучались ли прежние? Ну, у нас составы избирательных комиссий, они обновляются постоянно, потому что все течет, все меняется, кто-то выходит из комиссии по разным причинам. Скажем так, примерно какой процент обновления? Я думаю, что где-то на треть все обновилось, но мы постоянно занимаемся обучением, выборы становятся все более профессиональными. На стороне кандидатов и политических партий действуют уже профессиональные юристы, профессиональные технологи. И, соответственно, мы тоже должны не отставать. И мы со своей стороны обучаем территориальные комиссии, обучаем участковые комиссии. Законодательство, связанное с выборами, оно вообще очень сложное и усложняется постоянно. Я считаю, что это не есть хорошо. По-моему, пришло время, когда нужно немножко упрощать законодательство, потому что очень сложно становится кандидатам, которые не имеют серьезной профессиональной поддержки, реально участвовать в выборах. Все равно человек, который этим профессионально не занимается, он так или иначе будет делать ошибки. И из-за этих ошибок он вынужден сходить с дистанции, что, на мой взгляд, не всегда правильно. И не всегда справедливо. Ну да. Я бы даже больше сказал. Это совсем неправильно и совсем несправедливо. То есть из-за того, что он где-то что-то, там, не прочитал какую-то норму закона, не поставил где-то в какую-то запятую, из-за этого он теряет свое конституционное право. Это вообще неправильно. Но пока без профессиональных юристов делать нечего. Тяжело. Можно, но сложно. Александр Иванович, на этих выборах не будет ни камер видеонаблюдения, ни комплексов обработки бюллетеней, автоматических комплексов электронных. Почему принято такое решение? Ну, такое решение о том, чтобы не использовать, не принималось. Мы бы с удовольствием приняли решение, наоборот, использовать. Но, к сожалению, все упирается в экономические возможности, в финансовую составляющую. Видеонаблюдение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней – это финансово-затратная статья. Если КАИБа-то мы еще потянули бы, но тут уже вмешался ЦИК России. Они приняли принципиальное решение не распылять технические средства подсчета голосов по всей стране, как делалось раньше, а сосредоточить их в наиболее узловых, может быть, в наиболее проблемных городах, субъектах. И поэтому принято решение о том, что все наши КАИБы, которые хранятся постоянно на территории Чувашской республики, будут переданы в Московскую область. Какие в этом году действуют правила по выдаче открепительных удостоверений? Как правило, обычно вокруг этого всегда очень много споров возникает. Во-первых, открепительных удостоверений гораздо меньше, чем было раньше. Их всего 38 тысяч на всю республику. Это порядка 4% от общего количества избирателей. И если объективно подойти к организации этого процесса, то этого количества должно быть достаточно для тех людей, которые по уважительным причинам не смогут в этот день находиться на территории своих избирательных участков. Выдаваться открепительные удостоверения будут уже с 3 августа, за 45 дней до дня голосования, в территориальных избирательных комиссиях. А за 10 дней до дня голосования они будут вдаваться уже в участковых избирательных комиссиях. Конечно, избирателю удобнее прийти в участковую комиссию рядом со своим домом, но бывают же ситуации, когда кто-то уже сейчас выезжает за пределы республик в долгосрочные командировки. Они уже могут приехать в соответствующую территориальную комиссию, которая находится в помещении администрации района или города, и заблаговременно получить открепительное удостоверение. То есть цифра 38 тысяч, она окончательная, и дополнительного количества печатать не будут? Дополнительного количества печатать не будут. Все. Нам нужно уложиться в эту цифру. Ну что ж, спасибо вам, Александр Иванович. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Центра избиркома Чуваши Александр Цветков. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова